Более подробно об этой Олимпиаде, о той работе, которая ведется в области патриотического воспитания, нам расскажет заместитель председателя ЗАГС Собрания области Ольга Николаевна Хохлова. Сегодня она гость в студии 6-го канала. Ольга Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Так, скажите, пожалуйста, вот эта Олимпиада, для чего ЗАГС решила ее инициировать? Ну, наверное, в преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне у нас, в общем-то, очень активизировалась эта работа патриотического воспитания. И законодатели, был совет законодателей ЦФО в Сузале проходил, и одна из инициатив законодателей – провести такие Олимпиады среди школьников. Вы знаете, цель вот нашей Олимпиады была конкретной – все-таки посмотреть, насколько откликнутся дети, насколько им интересна эта тема, насколько глубоко они ее знают. И взаимосвязь родителей, ребенка и школы. Мы, на самом деле, у нас депутаты очень активно включились в празднование, к подготовке к этому 70-летию. У нас у каждого депутата закоплен памятник, мемориал, за которым он ответственный по восстановлению, где-то по наведению порядка на этом памятнике. И депутаты очень сознательно и активно включились в эту работу. Кроме того, участвуют, проводят уроки мужества во всех школах области, на своих округах депутаты. И поддержали очень активно сегодня эту Олимпиаду. Объявлена она была в конце марта. И оставалось немного времени для того, чтобы принять работы, просмотреть их и сделать какой-то вывод об этих работах. Естественно, что это не депутаты, там разрабатывали темы, положения. Мы пригласили экспертов. Это преподаватели в ЛГУ, преподаватели истории школьных наших организаций. И получилось интересно, на самом деле, но было времени очень немного. Мы обратились за помощью в органы местного самоуправления, и они с удовольствием откликнулись на нашу просьбу. Было всего три недели. Со 2 апреля по 23 должны были прийти к нам работы школьников. И сколько же человек? Представляете, мы думали, что... Ну, предполагали, что будет какое-то количество работ. Но вот такое, какое откликнулось, это было 800 работ. И до сих пор мы получаем эти работы из муниципальных образований, от детей. Ну, жаль, что они не успели ко времени, но мы не оставим без внимания эти работы. Конечно, все их прочитаем и также как-то отметим, постараемся обратную связь с этими ребятами наладить. Но вот 800 работ. Понимаете, экспертный совет у нас там в составе 5-6 человек, он работал практически, я говорю, с утра до ночи. Надо было прочитать все эти работы, оценить. И один из членов этого совета был наш ветеран Николай Матвеевич. И всем известный наш ветеран. И сегодня вот на подведении итогов, он свое мнение тоже высказывал, я думаю, что ребятам это очень важно. Вот установить, скажем, эту связь, родитель, педагог, и история России, история Великой Отечественной войны, на мой взгляд, получилось. Потому что ряд работ, конечно, были такие формальные, какой-то материал переработанный. Но в основном все-таки дети творчески подошли к этому, к тем заданиям, которые мы предлагали им, значит, выполнить. Что интересно, вначале мы хотели ограничить возраст. Решили только старшеклассники, потому что им необходимо дальше идти. Да, может быть, кто-то, вот те, кто интересны. Но история Великой Отечественной войны проходит в старших классах все-таки. Да, тем не менее, мы все-таки решили не ограничивать возраст. И знаете, наши авторы были совершенно разного возраста, от первоклашек до 11 класса ребята. И нам пришлось уже подводить итоги по возрастам. Потому что, ну, действительно, нельзя же оценить первоклассника или второклассника и человек, который сейчас вступает там буквально через несколько дней в серьезную взрослую жизнь. Поэтому сегодня мы подвели итоги. У нас было торжественное такое событие в Законодательном собрании, на котором присутствовали депутаты, ветераны наши. Мы пригласили их, известные наши люди. И просто ребята, которые занимаются поисковыми работами, которые занимаются изучением истории. И наши, конечно, ребята, которые приняли участие в Олимпиаде. Расскажите, пожалуйста, эта Олимпиада показала, насколько глубоко наши школьники знают историю Великой Отечественной войны. Каковы результаты? Вы знаете, по крайней мере, те, которые приняли участие, показали, что им интересна эта тема, они пытаются ее изучать и знают. Понятно, что это материал знать от начала до конца. Наверное, это нужно быть научным каким-то сотрудником или кандидатом исторических наук. Но вот этот интерес, который прозвучал в их работах, ну, вот он показал, что это действительно есть этот интерес. И, наверное, что вот очень важно мне, как педагогу, что семья на первом месте оказалась. Что в основном все-таки толчок такой дали родители. Они рассказали о своих предках, тех прабабушках, прадедушках, которые участвовали в этих боевых сражениях своим детям. И дети на основе этого материала, используя фотографии, письма, причем присылали такие треугольнички, копии этих писем, они вот на этом материале написали свои работы. Я сегодня приводила вот на нашем мероприятии пример. Мальчик-второклассник из города Мурома, учится в школе 33-й имени Гастелло, Акулов Егор. Он писал эссе и очень интересную тему выбрал. Он написал письмо про дедушке, которого нет в живых. И тем самым тронул наших ветеранов до слез. Они действительно тоже его отметили. И в своей работе он написал, что дословно не могу сказать, но передаю смысл, что я не могу сейчас словами тебе, мой дорогой дедушка, сказать слова благодарности. Но я понимаю, что мне нужно жизнью и своими поступками благодарить тебя за то, что я живу в этой стране. И я тебе обещаю, что буду учиться хорошо, стараться только добрые дела делать, чтобы не подвести тебя. Ольга Николаевна, вот такие замечательные слова. Я думаю, что эта Олимпиада, наверное, все-таки часть патриотического воспитания, о котором сейчас мы так активно говорим. Даже в ЗАГС-собрании было принято в первом чтении закон о патриотическом воспитании. Расскажите подробнее, пожалуйста, что это за закон, на кого он рассчитан, на каким образом он будет реализован на территории нашего региона. Совершенно верно. Мы приняли закон в первом чтении о патриотическом воспитании. Само слово патриотическое воспитание, оно тоже возникло в связи с юбилейной такой датой. И вообще я считаю, что сегодня у нас в стране патриотизм как-то немножко стал расти. Было время, когда мы мало говорили об этом. Сегодня мы говорим о том, что любим свою Родину, о том, что заботимся, а не о том, что хотим, чтобы она развивалась, чтобы она не уступала другим странам. Наверное, толчок этот дал наш президент Владимир Ильич Путин, который действительно является образцом патриота своей страны. Но мы вот и Олимпиаду проводив, и проводим много мероприятий, увидели, что и наша молодежь, она неравнодушная очень. Очень неравнодушная. Поэтому приняли такое решение, что необходим такой закон. Создали рабочую группу и приняли закон в первом чтении. Вы знаете, у нас есть концепция о патриотическом воспитании, есть программы патриотического воспитания, но они заканчиваются. Они рассчитаны на год, на два, и достаточно. Мы решили, что необходим такой закон, который будет действовать на протяжении многих лет. Да, будем туда вносить изменения, будем туда что-то дополнять, либо изменять. Жизнь меняется. Но, тем не менее, основа вот этого патриотического воспитания должна быть прописана в этом законе. И что важно здесь, что здесь разграничиваются полномочия. Что должна делать законодательная власть? Что должна быть государственная власть? И причем государственная власть распределяется по субъекту, муниципальным образованиям. Наверное, это не просто возникло у нас это желание. Все-таки многие хотят переписать историю. И мы немножечко легкомысленно относились в последние годы к изучению нашей истории. К тому, чтобы дети владели знаниями по истории нашей Родины и нашего края. Поэтому я считаю, закон очень важный. Но мы не стали его принимать сразу в двух чтениях. По одной причине. Чтобы обсудить с нашими общественными организациями, со всеми субъектами заинтересованными. Это в первую очередь, конечно, все воспитательные организации наши образовательные. Потому что нагрузка на них несет. Основная ложится. Но важно все-таки, и я считаю, что пока в законе в нашем это не очень хорошо прописано, это все-таки семья. Семья, в которой должны закладываться эти основы патриотического воспитания. Это очень важно. Поэтому мы бы хотели пригласить к обсуждению всех неравнодушных наших граждан. И в том числе и средства массовой информации. Потому что на них тоже возлагается особое задание. Потому что бы, наверное, разные точки зрения показывать нашему населению. Но быть патриотичными к своей стране и к своему населению, к своей родине. И вот те подвиги, которые совершили наши предки, я думаю, что средства массовой информации также должны пропагандировать. Чтобы все-таки у нас действительно у молодежи вот это чувство шло изнутри. Не просто для галочки написать сочинение, прочитать стихотворение. А вот именно изнутри. Была такая потребность изучать историю своей родины. Кульбинка, насколько я слышала, пример нашего региона стал примером. И здесь татология для всей страны. И, возможно, закон о патриотическом воспитании будет принят на более высоком уровне. Я думаю, что мы одни из первых. Не самые первые. Но думаю, что депутаты Государственной Думы, они обычно тоже следят за законодательством субъектов. Можно выйти, конечно, и с инициативой к ним, чтобы разработали такой закон на федеральном уровне. Это было бы очень здорово, на самом деле. Хорошие идеи вы мне дали. Поэтому подумаем в своей фракции, в законодательном собрании. Может быть, стоит с идеей такой законодательной инициативы выступить на более высокий уровень. Ну и вот в предыдущей теме вы сказали, что любой гражданин может принять участие в обсуждении этого законопроекта, насколько я поняла. А куда обращаться, куда присылать свои предложения, каким образом работать? Да, я думаю, что, во-первых, мы обязательно создадим несколько площадок, на которых пообсуждаем в рамках законодательного собрания, общественные палаты. И, конечно, на нашем сайте, сайте законодательного собрания, мы будем ждать эти предложения от всех, кто не сможет прийти на открытую площадку, но имеет... На самом деле у нас народ действительно очень патриотичный. Я вот смотрю вашу программу и вижу, как люди читают стихи о войне, про войну, с каким трепетом, с какими эмоциями. И, знаете, и областное наше радио, телевидение, также других персон приглашает, и школьников, и студентов, и молодежь, и более старшее поколение. И мне просто, в общем-то, очень приятно, и гордость какая-то за то, что не все еще потеряно, не все утеряно. И особенно молодежь. Я вот всегда говорю во всех аудиториях, во всех, на всех площадках, что у нас хорошая молодежь, больше хорошей молодежи. Я совершенно недавно круглый стол был на площадке в ЛГУ, посвященную Нюрнбергскому процессу. Мы вместе с преподавателем в ЛГУ организовали такой круглый стол. Ну, пришли молодые люди, современные, красивые, веселые. И сначала вроде бы такой шумок был в зале. И я думаю, наверное, не смогут они до конца досидеть. Ну, кому, наверное? Какие-то другие весна, там, экзамены впереди хочется, какой-то жизни. Но я ошиблась, к моему счастью, что я ошиблась. С каждой минутой вот интерес к этой теме, он просто вот читался на лицах молодежи. И ни один студент не ушел раньше, в то время, как мы закончили. Хотя дальше у них следующая была пара, и им, конечно, нужно было спешить. Следующий пример тоже очень интересный. Студенческая весна, концерт был. Пошла, думаю, ну просто, чтобы весело посмотреть на молодежь, зарядиться их энергией. Блок, посвященный Великой Отечественной войне. Очень хорошие номера были. Пригласили ветерана на сцену. Еще мы, старшее поколение, вот здесь кто были, присутствовали, гости, не успели сообразить, как молодежь вся встала. Пока не выступил со сцены ветеран, все стоя слушали его. И сели только тогда, когда он вернулся на свое место в зрительном зале. Знаете, это трогательно. Это молодая гвардия спектакль, где молодые люди со слезами на глазах сидели. Понимаете, не все потеряно. Есть у нас ген победителей. Я просто уверена, что... И патриотов. И патриотов, да. И я уверена, что все-таки молодежь будет оставаться в своей стране, и будет все делать для того, чтобы она крепла и расцветала. Спасибо. И для этого и закон. Спасибо. И я напомню только, что мы беседовали с заместителем председателя и законодательного собрания области Ольгой Хохловой. Спасибо. Спасибо. Спасибо.